Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйхан. Спирит Отец, спасибо, что Ты здесь. Ты Тот, Который показывает нам. И мы здесь очень жаждем Тебя. И мы нуждаемся в Тебе. Чтобы Ты преобразил Своё Слово в Откровение. Чтобы Ты мог преобразить в жизнь. Мы приглашаем Тебя, Дух Святой. И мы просим Тебя, чтобы мы услышали от Тебя и понимали то, что Ты хочешь сказать. Чтобы Твоё Слово было преображено в нашей жизни. Мы молимся во имя Иешуа. Аминь. Спасибо за эту привилегию, чтобы быть с Вами. Двадцать восемь лет назад Я был на коленях своих. И я был рукоположен быть пастором. И пастора и епископы возложили руки на меня. И у меня было видение. Я видел деревни. И в этих деревнях я видел дома, и я проходил через эти дома. И на этих домах были такие плиты на фасадах. И там было написано, что убиты немецкими фашистами. 1941 и 1942. И я видел эти годы очень четко. И когда я находился перед домом, Рука приходила и стирала эти записи. И написал новую надпись. Спасен через свидетельство немца. И Бог проговорил тогда мою жизнь. Что принесла смерть. Ты будешь приносить жизнь. Вот это было видение. И я был так тронут этим видением. Я знаю немецкую историю. Я являюсь частью поколения, которое мы в Германии называем поколение стыда. Мы выросли со стыдом. Мы выросли быть немцами. С тем чувством, с которым то, что сделали наши дедушки, бабушки. И в 2015 году, много-много лет спустя, Бог проговорил моей жене Брите и мне, чтобы мы достигали еврейский народ. Чтобы мы могли нести Евангелие Иешуа им. И мы были так шокированы. Вы знаете, я вообще служил в мусульманской стране. Я знаю, как и свидетельствовать людям, которые читают Коран. Но я понятия не имел, как нести Евангелие евреям. Но Бог проговорил очень четко к нам. И Он говорит, не планируй мессианскую общину. Ну, это очень легко, потому что я не еврей. Но насади еврейскую церковь в церкви, которая интернациональная церковь. И сегодня в нашей церкви у нас есть еврейская церковь внутри нашей церкви. И мы называем это Шалом. Шалом ИПП. Наша церковь называется ИПП, а еврейская церковь называется Шалом ИПП. Три с половиной года назад я был здесь, в этой общине. Я видел это здание, когда была другая стадия. Поздравляю вас. Это так хорошо. Некоторые лица я узнаю. И часть истории вы, наверное, уже помните, я уже рассказывал. Но когда мы уехали с Украины в прошлый раз, и пару месяцев спустя я делал семинар в Германии по насаждению церквей. И внутри меня у меня был большой вопрос. Господь, почему Ты меня избрал служить евреям? Очень много замечательных служений. А зачем я нужен? У меня и так достаточно работы во Франции работать с французами. И также я служу в арабских странах вместе с братьями арабами. Почему я? И я начал искать историю своей семьи. Не было никакого ответа. Я не получал ни одного ответа. Но я понимал внутри, что есть какая-то причина. И по маминой линии я делал исследования и нашел все про бабушку. Я знал все про бабушки по маминой линии. И они были евреи. со стороны отца. Но со стороны отца я ничего не находил. И я пришел в тупик. И был уже конец того времени моего пребывания в Германии. И я делал что-то такое святое. Я занимался таким несвятым действием. Это смотрел просто телевизор. А вы знаете, что Бог может к вам говорить даже тогда, когда вы смотрите просто телевизор? И вот я лежал на диване и смотрел. И Дух Святой сошел. И Он говорит, иди прогуголь. Я открыл свой компьютер. Набери фамилию отца по маминой линии. И я понятия не имел, потому что Он умер за год, когда я родился. И я указал два города, где они могли проживать. Один город мне выдало. Один город я знал, а второй город я не знал. И я пошел в компьютер и начал печатать эти города. И вдруг фотография моего дедушки всплыла. Вот этот мой дедушка я увидел фотографию офицера СС. И я читаю историю его жизни. И я открыл ужас он был один из ведущих докторов который работал в лаборатории для исследования человеков, людей. В концентрационных лагерях это чуть выше Берлина. мы раньше ходили в концентрационных лагерях. И я подумал, что возможно, что он был один из этих многих докторов. И вот когда вы идете в эти музеи концентрационные лагерей, где сейчас находятся. И единственная фотография людей, которые ярко выражены в этих музеях это фотография моего дедушки. Он был этот монстр. Он работал, он экспериментировал на живых и мертвых людях. Он делал ужасные вещи. И мы потом поехали в Израиль с женой. Я делился с этой историей мессианским обществом в Израиле. Мы пошли в Яд Вашем. И мы пару раз были там и один раз остановились там, где описывается о концентрационных лагерях. О Бухенвальде. И второй какой? Бухенвальд и Десенхвальд. 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 Очень второй лагерь, концлагерь, который рядом с Берлином. Чтобы узнать еще больше об этом. И там опять было описано. И боль была настолько глубока. Я никогда в жизни не имел такой глубокой боли. Моя жена, ей пришлось просто выводить меня с этого места. Я орал. Да, я был в Израиле. И я узнал, когда был в Израиле, что мой отец, он был действующим, дедушка был действующим в 91-м и 92-м, 41-м и 42-м году. Помните, я вам рассказывал о видении, которые были написи 41-й и 42-й год. И внезапно это уже не немцы, которые убивали людей. Но это моя семья это делала. Это моя история. И Бог сказал, что Он стерет всякую смерть. И Он будет использовать нас, чтобы приносить жизнь. С Яд Вашема мы пошли в Тату-студию. Тату-студию. Да, мы пошли там, где делают татуировки. Моя жена. Моя дочь, которая приедет в июне. И я. И вот мы сделали тату-крест здесь. И этот крест вы татуировали в арабском мире. И этот крест арабский. Это вы татуировали когда вы становитесь верным. Когда в арабском мире ты становишься верующим, ты делаешь себе тату в виде креста. Чтобы не было никакого искушения отказаться от Яшуа. Какое бы давление бы не было, если они тебя убивают, я не могу больше отказаться от Креста. Потому что я являюсь последователем Яшуа. Но потом там еще что-то выгравировано. 0-1. Я первое поколение, которое несу жизнь. А моя дочь, у нее знак такой 0-2. Она второе поколение. Второе поколение, жизнь после смерти. Мы имеем 14 внуков. И у нас 14 внуков. И у нас 14 внуков. И у них 14 и 13 они ждут за одно что-то. 14 и 13 летние внуки, наши старшие, они ждут это время. Они говорят, что мы ждем, что мы 18 лет, чтобы наши родители позволяют нам получить тату. Мы ждем этого время, когда нам станет 18 лет, когда нам родители разрешат, чтобы мы добавили, чтобы мы сделали такую же самую татуировку. Потому что мы будем третье поколение, которое будет провозглашать жизнь. Мой дедушка умер ужасной смертью. Моя бабушка умерла ужасной смертью. Мой дядя умер ужасной смертью. Моя мама покончила жизнь самоубийством. Я последний, который остался жив в моей семье. О-1. Потому что Иисус пришел в мою жизнь. Потому что Иисуа пришел в мою жизнь. И Он сделал эту разницу в моей жизни. Я женат на своей жене. Который, когда я с ней встретился, она сказала, что она не может иметь детей. Дух смерти был. Но Бог дал нам пять детей. Потому что Иисуа пришел. Иисуа трансформирует из смерти в жизнь. Поэтому вопрос до сих пор у меня. Почему я? Столько много служений, которые служат в Израиле. Столько много хороших служителей, которые претендуют, могут быть хорошими претендентами на служение евреям. Бог, тебе нужен еще один такой, как я. Кто я такой? И потом я пошел молиться. И я спрашивал Бога, Бог, какое же послание ты хочешь, чтобы я нес еврейскому народу? И Бог проговорил. Сегодня во время поклонения Он мне напомнил, что я хочу еще коротко рассказать, перед тем, как мы слово разберем. Когда я разговаривал с лидерами в Израиле, я открыл для себя. Люди со всего мира едут в Израиль. Верующие со всего мира хотят быть благословением для евреевых и для Израиля. И Бог проговорил также в мое сердце, я отделяю еврейский народ для того, чтобы они были благословением для народов. И Бог привел меня, нас, к понятию, как мы называем миссия управления. И Он задал мне вопрос, а где еврейские миссионеры в мире? Потому что еврейские общины, они призваны быть светом и примером для всего мира. И у меня близкие друзья, они верующие евреи. и они едут и в разные народы и свидетельствуют евреям. Но мы, как церковь нации, мы нуждаемся в вас. Нам нужны миссионеры-евреи, которые пойдут в народы, чтобы мы могли понимать наши еврейские корни и наследие. Потому что мы укоренены в вас. И нам нужно больше, чем просто теология. Нам нужна еврейская жизнь в церкви, чтобы антисемитизм не поднимался. И Бог проговорил ко мне, и Он сказал, иди в еврейские общины везде, где бы ты ни был, и призови их на миссии, призови их на миссии, чтобы они шли в народы. И сегодня утром, во время поклонения, я спросил Господь, дай мне одного человека здесь, в общине, который сказал бы, я готов. Я готов. Я готов с Украины поехать в народы в другие европейские страны, в Германию, во Францию, чтобы принести жизнь и любовь Иешуа, чтобы церкви имели понимание, какие еврейские корни, чтобы посвятить себя. Мы хотим быть церковью, которая будет ориентирована на миссии. И вот сейчас я перехожу на проповедь. помните народ израильский, у них такой большой вызов был брошен их, чтобы войти в обещанную землю. И вот удивительный момент произошел, миллион людей вышел из Египта, и вот они прошли через Красное море, и вот они встали перед рекой Иордан, даже не было больше, чем сегодня. И народ переживал, он увидел силу Божью, величие Божие они испытали, и вдруг внезапно великаны они увидели, 45 города, усиленные города. И помните 12 спи, и 10 говорят, нет, это мы не осилим. то же самое происходит, когда мы имеем призвание. Вот мы пришли на границе к обещанию, и вот гиганты появились. А вы знаете, что гиганты, великаны, они кричали так громко, они для того, чтобы смутить нас. Но мы можем прочитать к евреям 6 12 стих. дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верно, верой и долготерпением наследуют обетование. Был Моисей и был Израиль. Они знали точности, что Бог имел. Выходи из Египта. Войди в обещанную землю. Из Египта в обещанную землю заходи. Мы так же самопринимаем то же самое призвание. Выходи из жизни без Иешуа и выходи в мир, который полон Иешуа, вместе с Иешуа. прямо перед входом в обещанную землю. Так же самое как эти великаны, великан филистимлянин, который пришел к Давиду. Помните историю? Мы можем прочитать Первое Царство. И давайте читаем первое 16 первое Царство, 16 глава. Первое Царство, 17 16. И выступал филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя 40 дней. И видите, что написано 40 дней филистимлянин выступал. А что он делал 40 дней? говорил как гигант, как великан. Эй, вы лилипуты! Что? хочешь принести Ишуа в народы? Ты? Ты? Да нет, это у тебя не получится. Ты такой маленький, ничтожный. ты только по-русски говоришь и по-украински. А как ты можешь во Франции достигать народ и в Испанию поехать? На каком языке ты собираешься говорить? Вот это и есть великаны делают вас маленькими. Когда я закончил школу, было написано на моей грамоте, на дипломе в школе. Бьерн Лютке, ты никогда не сможешь изучить иностранные языки. Я бы сейчас хотел познакомиться, встретиться с моим учителем английского языка. А потом я пошел в библейский институт. Вы знаете, что я учился в том же самом институте, где они учились. Вы знаете, в чем разница между нами? У меня был сертификат, но тоже диплом получил, но вы не имеете такой диплом. Потому что на моем дипломе написано не способен, не достоин для духовного служения. Потом, сквозь года, я учил в этом же библейском институте. И я всегда был представлен о Бьерн Лютке, он доказательство что вера превосходит несостоятельность. Поверьте, мне одно поверьте одному то, что я скажу. Я знаю голоса великанов, я просто не слышу, как он говорит. Вы не сможете, у вас не получится. Давайте в тот же главу, 1 царство, 16 глава 42 до 44 стиха. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида с презрением, посмотрел на него, ибо он был молод, белокурый, красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевим. Какой бы голос вы не слышали, который великан говорит в вашу сторону, пожалуйста, будьте как Давид. Убейте его. Убейте его. Убейте его. Но он не может говорить. И он больше не будет к вам говорить. Никогда не слушайте великанов. Нам нужно противостоять. Но потом нам нужно усердствовать. Помните историю? Израиль наконец пересек в Йордан. Они уже пересекли Йордан. И вот они стоят перед городом Йорихоном. И у Бога такая большая стратегия. Ходи молча вокруг города. Первый день. Второй день. И мы дальше знаем историю. Шесть дней проходят. А что мы делаем на седьмой день? Давайте семь раз пройдем вокруг города. И потом мы знаем в истории, что стены упали и это было большое восклицание. и чудо заключалось в том, что стены упали после седьми дней. В этом чудо было? Нет. Настоящее чудо заключалось, что средиземноморские люди молчали целый день. Вы видели где-нибудь где люди бы молчали? Я такого не видел. Но чудеса заключалось в том, что они усердствовали. Они с усердиями слушали то, что Бог говорит. и исполняли. И они это сделали. И вы можете противостоять великанам. Но важно, чтобы вы концентрировали на то, что Бог вам говорит. Противостоять и усилия принимай. И мы читали к евреям сегодня. Нам нужно усердствовать. прилагать усилия. И вопрос сегодня в следующем к чему тебя Бог призывает. Когда Он призывает тебя к народу, концентрируйтесь на той цели, которую Бог дал вам. Не влево, не вправо. делайте точно то, что Бог делает. И потом вы будете завоевывать один город за другим. Одну страну за другой страной. И вам не придется много говорить, потому что Бог будет делать сам свою работу. Он является главным. А теперь у нас проблема с израильским народом. И вот они справились с великанами. И вот они справились с этими городами укрепленными. Но большая что между ними стало это между пустыней и обещанной землей это как они жили. Представляете 40 лет они в пустыне. Представляете 40 лет вы живете в палатке и не нужно много делать. Вы всегда красиво одеты. Потому что Писание говорило, что одежда не ветшалась. Каждый раз вы были настолько модными и все время селфи делали. Потому что вы были одеты все время в новой одежде. Может быть раз в день вы уходили за лагерь. Вы собирали пищу, которая была приготовлена для вас. Это была ваша жизнь. И потом Бог говорит, идите из-за Иордан. Я представляю, что проходило у них в голове. И проходя через Иордан. А где мясо? Я хочу хлеба. А где служение? Где служение? О, Боже, мы уже в обещанной земле, разве не должно быть то же самое? Ты же там так хорошо нас обеспечивал. Спасибо. Где сейчас твое сверхъестественное провидение, Бог? И я представляю, как Бог поворачивается к своему народу, и Он улыбается вот таким большой улыбкой, а говорит, вы мой народ, теперь работайте. Работайте. Дезерт закончилась пустыня. Это хорошая новость сегодня для вас. Если вы ищете чудеса и силу Бога, тогда вы ищете пустыню, но вы не ищете обещанную землю. Мы можем читать в Бытие, 2 глава, 15 стих. И взял Господь Бог человека, поселил его в саду едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И Бог проговорил человеку, чтобы кооперировать с Богом. Чтобы культивировать вместе с ним. А что значит культивировать? Это разрабатывать землю и делать вместе с ним работу. Бог призвал меня насаждать церкви по разным странам. Я не сижу дома и надеясь, что церковь упадет с небес. Бог дал мне землю, на которой мне нужно возделывать. поэтому мы приехали в Украину сюда, чтобы обучать лидеров, которые будут насаждать другие общины. в среду я буду в Нидерландах, в Голландии, буду также учить. Через неделю Герхард и я и Брита будем обучать лидеров общины. И после мы поедем на Карибские острова, там будем обучать лидеров. это очень тяжелая работа. И Бог ищет общины, которые скажут готовы идти для того, чтобы видеть плоды потом. И вот Он говорит, Он нам приказывает, это как приказ дал. И в Деянии апостолов 1-8 там написано, что Он нам дал Дух Святой чтобы мы были свидетелями в Иерусалиме, Юдея, Самарии и до кораев земли. И мы сейчас говорим это в нашем регионе сначала, в нашем районе, регионе, в стране, и на интернациональном уровне. поэтому поэтому вы как община и вы как личность мы вместе имеем призвание чтобы мы умножали то царство здесь в городе Одессе в нашем регионе, Одесском регионе, в стране Украине, а также в других странах. Поэтому нам нужно научиться противостоять великанам, чтобы усердствовать в познании Бога, и чтобы приобрести плоды как результат нашего посвящения, чтобы мы видели их. И верою мы начинаем усердием мы приобретаем обещания. И работая, мы увидим плоды, которые будут приносить свои плоды и которые будут прославлять Отца, который на небесах. Потому что Иешуа говорит, мы будем прославлять Отца. мы будем прославлять Отца тогда, когда будем приносить плоды Ему. И я желал бы, чтобы вы закрыли глаза. Посмотрите сейчас свое сердце. Что это Слово делает сейчас с вами? Будет ли это проповедовать в народы? Говорит ли это как вам к еврейскому общине? Пожалуйста, прийдите вместе с нами, помогите нам, чтобы мы могли возрастать нашим отождествлением. Я говорил с Рабином в Марселе. И я спросил Рабина, а что вы думаете о мессианских евреях? А он сказал, они нам не нравятся. А почему вам не нравятся? Нам не нравится вообще термин, потому что нет евреев уже. Они уже не евреи. Потому что они уже христиане. Я говорю, хорошо. Ты говоришь, что я как немец, когда я переехал во Францию, я больше уже не немец? Нет, ты немец. Хорошо. Тогда вопрос вам, чтобы я вас понимал правильно. Если я как немец захочу быть евреем и приму иудаизм, я стану автоматически евреем? да. Но я остаюсь немцем? И да, конечно. А как это может быть, что я буду евреем? как по-вашему, что еврей, который предположим, что он начнет следовать за ложным мессией, так что он же автоматически не еврей? Еще один вопрос. Когда еврей не верит в Бога, а он остается евреем? Конечно, он еврей. Так вы скажите мне, что еврей, который не верит в Бога, но еврей, который верит в что-то странное, wrong, не еврей. Скажите, пожалуйста, если еврей не верит в Бога, то он остается евреем. Но если еврей начинает верить в какого-то странного, то он автоматически, ну, по-вашему взгляду, то автоматически он уже не становится евреем? он посмотрел на меня, он просто молча встал и ушел, не ответил. У него не было ответа. Мы как церковь народов, из народов, нам необходимо, чтобы еврейская община была явлена, видна, не только чтобы евреи в Израиле о них знали, но также в народах. blas м и он acab от он но в пок бог не Продолжение следует...